И это замечательная новость, потому что теперь, в общем-то, все владельцы каких-то очень дешевых телефонов, по типу там, вот, то есть тут у нас такая, знаете, интерьер квартиры, дома нормально, хорошо, и лагать ни у кого ничего не будет. Это опять-то, может быть, я ошибаюсь, может быть, разумеется, это не отключается. Лучше бы писалось не описание, а уровень барыжества, например, Борига-1, значит, Аризон РП, хотя они даже не понимают, что человек-то рофлил, типа, это же рофл, типа, ну, использовал, разумеется, если бы в Хуаве были какие-то гугл-сервисы, а не вот это вот приложение Ютуб, которое нужно заходить. Я думал, что новости по мобилке, они закончатся, но почему-то неделю мы стартуем именно с них. Почему так происходит? Наверное, потому что я сам выбираю эти новости. Да, новостей в моем любимом GTA-самбовском издании, их очень много, и про Diamond Rally Play, и там про все остальные проекты, их очень и очень много, но факт остается фактом в том, что я, как бы, ну, вот, рассказываю вам новости про Аризона Мобайл, потому что вы это смотрите, там собираются просмотры, 200, 300, 555, может быть, иногда такое бывает. Поэтому вот, давайте перейдем к самой новости, к самому видеоролику и ко всем прочим вещам из разряда GTA-самба на компьютер и телефон. В мобильном клиенте Аризона Роли Плау теперь будет отображаться 3D-текст на скинах и автомобилях. И это замечательная новость, потому что теперь, в общем-то, все, вот, владельцы каких-то очень дешевых телефонов, по типу, там, знаете, Xiaomi и все прочее, которые там лагают даже уже в самой прошивке, они вскроются. И, действительно, в комментариях под данным постом уже есть люди, которые пишут о том, что да не, да вы чё, да это всё будет лагать и так далее. Но перед тем, как мы перейдем ко всем этим полыхающим и пылающим жопам, давайте мы посмотрим на сам скриншот, который нам тут любезно предоставляет моё любимое самповское новостное издание, в главе которого стоит Роман Злобинян. Вот, то есть тут у нас такая, знаете, интерьер квартиры, дома, всех прочих вещей, цветы, там, всё вот это вот прочее, потом у нас идёт девушка, женщина, может быть, даже мать, я не знаю, я вообще без понятия, но, скорее всего, оно вот нечто подобное есть. Потом мы видим человека с никнеймом Люцифер Хевен, Хевен и так далее, и у него, знаете ли, описание Dungeon Master, дьявольские взгляды, татуировка, тестер Аризона Геймс, глава Хевен. Ну, типа, всё правильно, всё хорошо, всё замечательно, и от чего тут ущемились все вот эти вот владельцы Xiaomi, я не понимаю, потому что, ну, скорее всего, да, будет лагать, но почему-то, вот я так, знаете, в своих мыслях подразумеваю, что это можно будет выключить, и, разумеется, всё будет нормально, хорошо, и лагать ни у кого ничего не будет. Вот это, опять-таки, может быть, я ошибаюсь, может быть, разумеется, это не отключается, тогда это будет, знаете, такая проверка на то, способно выиграть на Аризону Мобайл, или же, ну, не особо, и нужно ещё, так знаете, денежек, ну, подкопить, может быть, устроиться там, раздавать листовки, или там, куда ещё берут, если вам нету 18 лет, я не знаю, но, в общем-то, что-то такое подобное можно сделать. И, в общем-то, купить себе там телефон какой-нибудь нормальный, Honor, Huawei, iPhone, может быть, Samsung, я не знаю, какие ещё есть нормальные телефоны, вот перечислил тут самое нормальное, которое вот лично я бы, знаете ли, ну, использовал, разумеется, если бы в Huawei были какие-то Google сервисы, а не вот это вот приложение YouTube, которое нужно заходить через браузер. Однако, давайте вернёмся, вернее, продолжим обсуждение всех вот этих вот комментариев. Юра Король, по-моему, я его вижу уже, знаете ли, не в первый раз пишет, ещё минус FPS, такие долбоёбы, я хуею, блядь. И потом ещё один человек ему отвечает, лучше бы писалось не описание, а уровень барыжества, например, Борига 1, значит, лох в перепродаже жажах, значит, он лох, а Борига 2 получше, поднял 2КК, и Борига урок не 2 получил. И потом, там, отвечают этому Даниле, типа, школа ло, ахахахаха, и вот потом Данил отвечает ещё одному Даниилу, говорит, вот вам истинный урок, игрок и все прочие чуваки, Аризоны РП. Хотя они даже не понимают, что человек-то рофлил, типа, это же рофл, типа, вот в чём плоха аудитория самперов вообще везде, в новостных изданиях, может быть, даже на моём канале, новые вот эти люди, которые приходят, они не шарят за пост-иронию. В этом вся проблема, если бы они шарили за пост-иронию, мир был бы намного лучше, замечательнее и, возможно, даже справедливее, в какой-то степени к остальным людям. Однако, есть и, ну, ещё всякие разные люди, с которыми, разумеется, можно подискутировать на разные темы в комментариях. Но то, что вот многие не понимают прямо, ну, элементарнейшую пост-иронию, ну, элементарно абсолютно. Ты смотришь и думаешь, а, так это пост-ирония, типа, всё ж понятно, всё ж нормально. А некоторые чуваки этого не понимают прямо вот впритык, им вот ты, конечно, так говоришь, так это ж пост-ирония. И они такие, чё? Ирония? Кто? Кто такая эта ваша ирония? И они реально впритык не понимают. И тут также, то есть, понимаете, чел зарофлил со всем этим, то есть подколол Аризону РП, но вот хейтеры. Но хейтеры настоящей Аризоной РП, они настолько хейтеры, они настолько самокритичны, они настолько замечательны, что указывают на то, что учел школу, когда он просто решил, так знаете, пост-иронии написать. Ну, типа, очень забавно и очень странно. Вот типичные хейтеры Аризоны РП, абсолютно не понимающие то, как работает весь этот мир, который критикует её там за то, что там, ой, донат, ой, там всё вот это вот прочее. Но по факту же, чуваки, вы чё, серьёзно? Вы же даже простейшую пост-иронию не понимаете. Возможно, не все, возможно, некоторые люди всё-таки поняли, что там на самом деле происходит во всех вот этих вот комментариях. И такие, типа, со стороны посмеялись над вот этими вот всеми чуваками, которые обвиняли, как зовут чела вот этого, который заруфлил, Даниил Мурзиков, или Мурзиков, который заруфлил над всем этим. То есть, они даже вот этого вот не поняли. Может быть, там дальше Данил что-то отвечал, может быть, как-то себя ещё показал. Но нет, в том-то и дело, он оставил один комментарий и просто со стороны смотрел, как дебилы, типа, вот со всего этого, ой, господи, я прям Даниил Мурзиков, Мурзиков, ты мой прям, знаешь, герой. Вот, потому что подорвать так дебилов, что вот просто, я не знаю, что... Допустим, вот на комментарии, смотрите, школа ло, ахахахаха, 12 лайков, а на вот этого вот постраничном комментарии 1 лайк. Чел, если бы я не был забанен в лайфсампе, я бы тебе поставил лайк. Я могу тебе это пообещать, погарантировать, и вообще всё было бы нормально. Если ты будешь руфлить в каком-то сообществе, в котором я не буду забанен, а таких, знаете, много, там, Фулла Ерешова и, в общем-то, ещё много всяких разных, Бразерс, HD, может быть, даже ВКонтакте группа такая есть, то, разумеется, можешь там вот это вот всё сделать, написать комментарий какой-нибудь под очередным Фуллом, там, допустим, ЛКФ, или там как-нибудь переврать всё это ЛКФФ, там, ещё чего-нибудь вот это вот всё прочее сделать. Я над всем этим посмеюсь, я скажу, да, Даня, ты молодец, ты крутой, ты классный, ты вот прям, знаешь, мой герой. А пока я забанен и не могу, знаешь ли, поставить лайк, но в данном видеоролике я бы хотел сказать респект Даниилу Мурзикову или Мурзикову или всем остальным людям, потому что, ну, Данил, ты или Даниил и все прочие люди, ты прям молодец, красава, лучший, замечательный, отличный и все прочие вещи, они также вот тут есть, знаете ли, в чём дело. Поэтому, вот, ладно, я играл, обсуждал и делал все прочие вещи с проектом Arizona RolyPlay и Arizona Games и все прочие вот эти вот все штуки, там, они также есть. Поэтому заходите по айпишнику описаний на данный проект, сервак на все прочие вещи, вводите мой никнейм Данте Коннор и мой, там, знаете, промокод хэштег NoToxic54 и все прочие вещи также вводите для того, чтобы быть крутым, замечательным, непревзойдённым и просто отличным человеком на всём вот этом вот проекте в GTA Samp'е онлайн по сети. И всем спасибо за просмотр, всем до свидания и всем пока, хороших встреч и настроения в GTA Samp'овских кругах людей. Увидимся тут же, завтра, я надеюсь, что всё это произойдёт в 20.00, либо же немного попозже, либо же немного пораньше. Тут уж как пойдёт, я определённую дату, цифру, число назвать не могу. Всем спасибо, всем пока и всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok